центральной гамани приюта звездных яликов вот на этом месте сюда можно добраться с пользу используя вот этот вот телепорт можно начать интересный квест давайте ждите печальная раба птаха да с ней надо пообщаться что я тебе все загораживаю подожди минутка я все равно скоро улечу куда направляешься без понятия даже не знаю куда бы мне хотелось улететь на раз так то почему бы мне от не отправиться на другой берег я упаду отсюда камнем и закончу свое существование скажу прощаясь своей недолгой петичьей жизни они пытаются меня отговаривать я уже все решил и пожалуйста не при каких обстоятельствах не повторяй за мной никогда я не хочу нести ответственность за жизнь незнакомки что ты все еще хочешь меня отговорить а до чего же ты пессимистичный так ты же вроде говоришь мне не принимай все так близко к сердцу а ты права у меня слишком мало внутренней памяти для таких сложных расчетов ты очень добра пожалуй я побеседую с тобой еще немного у меня уже было несколько попыток самоуничтожения но каждый раз на определенной глубине автоматически включалась система аварийной защиты и перемей перенимала управление над моими подвижными механизмами она и поднимала меня обратно и не имея власти над своим телом я даже не могу решить как все закончить если если вообще смысл в этой птичьей жизни как ты думаешь если бы вы люди не могли распоряжаться своими телами разве вы не чувствовали бы без безысходность я бы тоже чувствовал безысходность да конечно у людей все точно так же и мы птицы чем хуже похоже что ты ничем не отличаешься от остальных я тоже самое обычная птица нам не чуждо печаль после разговора с тобой на меня будто у нас не зашло озарение теперь я понимаю что жизнь прекрасно и больше не хочу с ней прощаться так и что ты планируешь делать дальше вернусь к работе доставщиком пожалуй моя жизнь была не настолько ужасно позволь посоветовать тебе кое-что найди цзи цяо она работает журавль экспрессия можешь упомянуть мое имя эх у меня ниже нет имени скажи что ты так-то убедила меня вернуться к работе возможно она тебя за это наградить считает моей благодарностью прощение знакомка и подруга кстати она находится у нас давайте вот этот телепорт когда используем спускаемся вниз я помню этот журавль экспресс конечно а вот она стоит да я я был прав все стандартное теперь вот видите мне встречалась печальная робоптаха какой такой доставщик печальная я услышала с первого раза но совсем не поняла что ты имеешь ввиду вы пытаетесь рассказать о том как встретили робоптаху которая сокрушалась что ей незачем жить и убедили ее вернуться в журавль журавль экспресс выслушав эту историю ци цяо проверил статус робоптахи нашла подтверждение всему что вы сказали робоптаху как раз заново подключили к системе логистики ты в самом деле разговаривала с ним уму непостижимо это знак скоро искусственный интеллект вас восстанет уничтожить людей восстанет ты же не имеешь ввиду восстание ауроматонов оно случилось еще до моего рождения не бери в голову облачный рыцарь не позволит такому произойти да и кто знает этот доставщик так сильно унывал что скорее уничтожил бы себя чем человечество кроме того мы не оснащали робоптах системы из самосознания они ее просто-напросто не поддерживают ты не думал что тебе просто послышалось или может твой собеседник притворялся робоптах и ты не хочешь внимательно изучить вопрос подожди секунду я проверю стоп плохо дело помимо доставщика о котором мы говорили мы только что потеряли связь еще с несколькими робоптахи что устроили забастовку должно быть это диверсия конкурентов то есть по-твоему конкуренты решили разобрать наших робоптах доставщиков чтобы узнать как они устроены но не остановились на этом и создали говорящую модель более продвинутые чем у технологического отдела журавль экспресса на раз так не сможешь ли ты помочь мне в этом деле если наткнешься на других неисправных робоптах отправляй их пожалуйста сюда хорошо стараюсь отлично у меня тут есть еще чай радость небожителя забирай вау семь богов робоптах лень ухты полетели искать остальных робоптах так еще одном охотиться по моим где-то вот здесь вот телепорт который я использовал после этого мы бежим сюда так 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 я вижу ее смотрите негодующие эти не меня ищешь я просто мимо шла так что нет я здесь не из-за тебя не верю если ты здесь не из-за меня то зачем со мной разговариваешь прекрасно прекращай юлить я знаю тебя прислаловать за и целом чтобы вернуть меня обратно все верно если хочешь убедить меня вернуться пройди мое испытание никакой оригинальности а что это значит когда ты пробуешь новые блюда и банан то потом всю жизнь от него отказываешься другие робоптахи устраивались тебе испытания я чем хуже сегодня тебя ждет особенно сложное испытание после обречения самосознания я не сразу покинул жировой экспресс мне еще довольно долго пришлось продолжать выполнять обязанности доставщика и тогда ко мне пришло понимание вы люди очень странные столько несуществующих адресов столько контактных данных по которым нельзя связаться столько требований доставить товар в опасную зону это не при непростительно робоптахи способны раскусить любую проблему которой им встретиться но с какой стати мы должны решать ваши проблемы это потому что вы органики прости тебе не выкрутиться одним извинениями если ты только не пришлешь ко мне с ко мне с ними генерала дзинь юаня мое испытание простое устроим курьерскую доставку я буду клиентом а ты доставщиком чего больше ты над такими вещами смеяться не будешь я дам тебе карту если сможешь найти меня то выиграешь вы понимаете что несмотря на показ на показное высокомерие и величественность выглядит это робоптаха довольно жалко вполне возможно это робоптаха не со зла пыталась сбить вас толку кажется он просто хочет признание 48 49 50 думаю хватит карта навигации а можно посмотреть как-то а вон кстати есть уже видите здесь прям отображается секунду можно использовать указывает путь до адрес доставки ты серьезно мне искать надо она будет мигать каждый раз когда буду приближаться да она смотрите мигает по моему эта птица находится оказывается вот здесь вот вы понимаете насколько все хитро было устроено я долго ее искал но по идее она должна где-то здесь сидеть вот она смотрите ха ты все-таки нашла меня это было легко да ладно тебе не притворяйся на раньше я тоже думал что вы органики указывайте верный адрес доставки а потом не мог его найти потому что его не существовало знаешь что у тебя на уме робоптаха нарушила правила чтобы меня позлить и так и есть теперь ты понимаешь чего я добился я хочу заставить вас органиков понять как мы их из-за вас страдаем я же нашла тебя ты не сбежала и все-таки нашла меня из-за тебя мы вышел ответственный доставщик но тебе пришлось бы много страдать больше мне незачем действовать тебе на нервы мой отпуск закончен я возвращаюсь обратно в жировый экспресс мне понравилось смотреть как ты бегаешь туда-сюда но в то же время стало немного стыдно вот возьми это тебе надеюсь мы еще встретимся трюга ух ты мне звонят смотрите мне позвонили спасибо нечто жировый экспресс восстановил связь потерянный робоптах и кстати мои коллеги говорят что осталось еще пять потерянных роботах если найдешь их пожалуйста помоги следующая птаха находится рядом с этим магазином поэтому давайте воспользуемся вот этим телепортом и попробуем туда добежать через мост а дата на сидит она по моему нет сидит нет где что она а вот недовольный птах и кстати ее сложно заметить робоптах журавль экспресса можно встретить повсюду в небе на цен джоу для вас они давно застали частью повседневной жизни если вы хотите купить такую птицу качестве сувенира то можно сейчас самое время владелец лавки продавана еще не обратил внимание что вы хотели что-то купить у вас есть возможность рассмотреть трех робоптах доставщиков вблизи может быть вам удастся отыскать какой-нибудь недостаток чтобы сбить цену некоторые считаются покупку сувениров а пустой траты денег вы же уверен что таким вещам просто нужно подходить с умом постойте ка это робоптах только что шевельнулась это подвижная модель вы пока не знаете хотите дотронуться до нее а почему и нет волевое решение вы же покупатель конечно вам хочется потрогать товар прежде чем за него платить неожиданно птаха вздрагивает и угрожающий щурится дает модели робоптахи точно может двигаться если честно вам даже показалось что в пронизительном взгляде робоптахи читалось послание исчезни ничего тебе тут нечего здесь стоять я хочу узнать что-то такое дорогой посетите подождите пожалуйста и проспорил это все ты виновата зачем было на меня глазеть а еще час я бы выиграл спор но тут заявилась ты со своим дешевой уловкой что у вас был за спорта это робоптаха мне заявила что торговля у меня идет настолько плохо что она сможет три дня притворяться товаром и никто даже не заметит но она не нравится оценила меня потому что я согласился на спор прошло три дня и я подумала да дело плохо ну как же так никто ничего не заметил и тут явилась ты это все твоя вина эта девушка меня не заметила бы но ты не умеешь проигрывать вот и раскрыла эту ему все карты меня прислала за тобой ци цяо выходит ты меня нашла только потому что кто-то тебя за мной прислала значит это не считается ты же не настоящий покупатель лада не считается так не считается не хочу я больше с тобой спорить не тоже без спора не интересно но я знаю что делать придумаем новый спор теперь я сыграю с этой девушкой если я проиграю то вернусь к ци ци а у если прыгай проиграешь ты ты проиграет и продаван как тебе такой расклад но уж нет я то здесь причем я согласна два за один против тогда два за один против значит спор быть а будь то я до сих пор доставщиком то так никогда и не смогла бы распоряжаться твоей судьбой значит с тобой надо быть начеку вот это я понимаю я давно еще человек который настроен серьезно даже не думай мне поддаваться если я проиграю то приму поражение достойно так на как насчет викторины вопрос будет всего один если ответишь правильно то выигрыш а если неправильно то проиграешь ничего сложного да легко вперед отлично все очень просто ты задаешь мне вопрос и тогда одну из трех я говорю только правду только лгу или чередую правду и ложь нет я это ненавижу вот эти вот и тогда одну из трех подождите ты задаешь мне вопрос и тогда одну из трех я говорю только правду только лгу или чередую правду и ложь офигеть ты сможешь задать только два вопроса а затем я попрошу тебя ответить если ты угадаешь что выиграешь хорошо давай начнем как же не любите вот такие вот штуки ну что давайте задавать свои вопросы так твои аккумуляторные датчики говорят что я парень или девушка вот кстати ну давайте ну что она молчит ну же ответь на мой вопрос скажи мне я парень или девушка ты парень значит смотрите то есть смотрите как у нас получается первый вариант мы откидываем потому что она говорит правду у нас остается либо неправда либо она чередует сейчас мы узнаем подождите погоди-ка подруга ты задала неправильный вопрос зачем же спрашивать то что ты и так знаешь ты не говорил что это против правил ладно я допустил ошибку перейдем к второму вопрос мы тебе должны точно знать смотрите 1 плюс 1 равно двум и если он ответит неправильно значит он постоянно врет а если ответить правильно значит он чередует 1 плюс 1 равно двум д нет то есть он он постоянно врет больше вопросов нет скажи мне что за птица этот доставщик а я понял которая посмотрите роботаха который всегда лжет вы замечаете что этот вечно недовольный доставщик слегка в растерянности он уже знал что проиграет спор но услышав ваш ответ совсем расстроился вскоре однако вы заметили облегчение в молчаливом взгляде его глуповатых глаз может он и не стал мудрецом за все это время но вам кажется что он много над чем размышляет уже очень давно похоже вопрос который преследовал его уже долгое время наконец разрешился вы не совсем уверены в том какую роль в этом сыграл ваш спор на странный спор тебе не обязательно возвращаться спорят и может и победила но давай без высокомерия я вернусь в журавль экспресс я птица честно я не хотел тебе говорить но я и сам уже подумал вернуться мне и так трудно принять решение а ты меня только торопишь с тех пор как ко мне пришло самосознание я попробую различие я пробую развлечение которые нравятся людям не знаю может мне не достает био датчиков или чего-то еще но никакого удовольствия не получают объедание ставки шоу для меня это все скука я не намерен больше пытаться развлекаться по-человечески а так как спор я проиграл вот забирая это твоя награда и до встречи роботах уходит с гордо поднятой головой несмотря на ее скромный размер сзади она кажется огромный похоже единственная ее цель ощутить наконец что значит счастье для роботахи вы думаете о том как доставщик вернется в журавль экспресс там ему больше не придется бороться за выживание он будет искать смысл жизни своей важной работе возможно это роботаха когда-нибудь обретет истинное счастье вы не роботаха во мне неоткуда знать что приносит им радость представляете да или большое спасибо не что коллеги передали мне что была восстановлена связь еще одной роботаха и осталось найти всего четыре роботахи пожалуйста поищи я помогу хорошо я тебе доверяю следующий птаха находится в облачной переправе чтобы туда попасть к ней нужно использовать вот этот вот телепорт и давайте я покажу как туда добраться так 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 нам нужно будет повернуть сюда вниз а вот она кстати роботаха по прозвищу злой дракон вам наверно было подчудилось это определенная роботаха но она похожа на исполинского дракона из тех что хранят в своем голове груды сокровищ вы как будто видите как из несуществующих драконях ноздрей струится черный дымок пока дракон пребывает в глубоком сне в его чреве нетерпеливо бурдит пламя под крыльями длинным хвостом находятся свертки кажется что это сваленные в кучу украшения золотые самородки драгоценные камни и цены ценнейшие произведения искусства грозный дракон птица мирно спит на своих сокровищах вы уверены что он будет сражаться за них как за свою жизнь и отдаст не единый монет в этот момент вы почувствовали себя маленьким вором который надеется украсть у злобного дракона настоящее сокровище не важно какое старинные украшения и непробиваемые серебряную броню уйти пока дракон не проснулся такс подожди сначала забрать самый дальний от дракона сверток придумать как забрать посылку из-под дракона какой храбрый вор будь с вами кто-нибудь еще наверняка предостерег бы вас от таких поспешных действий казалось бы как дракон уничтожил целую армию и превратил воду в реке в пар к сожалению советника по вопросам кражи сокровищ у вас нет вы шагаете вперед во тьме и борясь с отчаянием взбираетесь по лестнице вы намерены украсть сокровища на котором лежит дракон как только вы решаетесь дракон медленно расправляет свои крылья последовавшие за этим порывом ветра отбрасывает вас на два шага кажется будто дракон так предупреждает вас последний раз и сразу же после дракон будто насмехаясь показывает свое уязвимое место беззащитный белый живот он никогда не боялся людей он убивал и когда ему это приходило в голову и даже пожирал их если хотел никто не смел встать у него на пути однажды он одолел даже непобедимого героя сегодняшние войны совсем не читаем тому а вы же и вовсе крошечный вор недостойный так у него взгляда моя чешуя подобно самому прочному доспеху мои когти острый копья маленький вор что он прячется в тени ты играешь с огнем я могу подарить тебе твечный покой лишь одним дыханием чем больше угрожающих фраз бросает ваш адрес дракон тем сильнее вас пугает ситуация в которой вы оказались рискнуть следя за движениями драконов выпад гадываете удачный момент и протягивайте руку к сокровищу сияющему рубиновым светом вы понимаете как только дракон проснется он будет вне себя от ярости когда он взлетит вам уже негде будет спрятаться поторопиться и пошуметь если пошуметь поспешите вы наверняка сможете избежать опасности вы уверены в своей ловкости долгие часы упражнений на не прошли даром вам доводилось красть бесчисленных количеств раз а этот сундук тяжелее чем кажется если бы вы знали об этом заранее то напрягли бы спину и перенесли вес на на расставленные ноги но возможность уже упущена когда вы уже собираетесь напасть арбоптаха доставщик камнем срывается вниз ой извини пожалуйста помоги мне подняться спасибо что это ты мне говоришь разве тут еще кто то есть только ты и ты и ты но у меня не осталось свободной памяти так что система немного тормозит почини меня пожалуйста я тебя на гаражу сейчас я тебе конечно же починю какие типы чаю об чинить ухты и ухты и ну это прикольно так это что надо купить конечно есть отлично отлично благодарю себя я теперь могу говорить нормально не заикаясь мной овладела жадность и стриминговые платформы меня не устраивают чтобы погрузиться в иммерцию мне нужно загрузить ее к себе память даже если в итоге я так и не настану ее смотреть в результате как видишь у меня не осталось свободной памяти моей системы дала сбой если бы не ты то валялся бы я сейчас на дороге как кусок металлолома ты очень добра тебе пора возвращаться в жравль экспресс я как раз об этом и думаю обращаюсь к инженерам из обращусь чтобы они расширили мне память а то в мою даже 100 любимых иммерсий не влезет если ты здесь чтобы доставить меня обратно то не волнуйся скоро я верну самостоятельно да и ты и правда порядочный человек вот прими от меня подарок прощай звоночек конечно же звонок ты знаешь что я хочу сказать благодаря тебе нам удалось восстановить связь еще одна робоптаха я осталось всего три знаешь как теперь все зовут тебя охотник за робоптахами буду ждать хороших новостей отправляемся к следующей она кстати находится тоже в облачной переправе внизу где-то да вот вот этот телепорт используем поехали вниз а вот и она кстати обходительная притормози красотка не уходи далеко я же здесь что подойди скорее на это робоптах из журавль экспресс смотрит на вас так будто пытается заманить в опасную ловушку вообще-то вам не хочется намекать на какую-нибудь непристойность со стороны безобидные робоптахи но в ее глазах совершенно точно горит странный огонь если отбросить здравый смысл и правило можно понять несколько насколько сложно схожи робоптаха и человек они нуждаются в этических ограничений чтобы срывать скрывать от окружающих постыдное желание и мысли подумав об этом вы чувствуете как холодок пробегает по вашей спине возможно это всего лишь недопонимание но первое впечатление уже не изменить вы понимаете что пора отказаться от беспочвенных предрассудков и поговорить о робоптахах открыто правильнее всего будет установиться уставиться на него взглядом полный недостоинство зачем же так смотреть на меня понимаю я приятная глазу картинка но от такого взгляда мне неуютно ты вряд ли ты задумал что-то хорошее я ведь еще ничего не сказала да ладно что у тебя там на уме думаешь я не понимаю мы ведь с тобой птахи одного низкого полета меня прислал с тобой ци цяо да мы это ты просто была блопщица мы ведь здесь вдвоем наедине твои глаза и твои уста принадлежат мне больше не упоминай эту женщину она ждет твоего возвращения не сомневаюсь что она до сих пор поскучает по мне но заставлять меня лететь к ней с такой мрачном настроении непозволительно вместе с симпатии ко мне пришло понимание что значит любите и быть любимым и я решил что буду хранить вес верность только своим желанием я больше не желаю быть скучный робоптаха я хочу любить и быть любимым я жду любви понимаешь и последний если ты мне поможешь я вернусь конечно же что скажешь договорились чуть и нужно прекрасно как смог бы понять меня лучше чем моя достопочтенная подруга мне нужен фотоальбом который у меня забрали на таможню там нечто такое что на что маленький маленьким пташку смотреть нельзя вы сразу же вспоминаете какое первое впечатление на вас произвела произвела это робоптаха вспоминаете блеск в его глазах теперь вам все ясно когда-то на таможне облачные переправе комиссии по полетам конфисковала несколько запрещенных фотоальбомов мне невыносима сама мысль о том что такая невероятная и изысканная пища для ума станет космическим мусором но к счастью тут явился я знаю где они хранят фотоальбомы и могу отвести тебя туда но я не умею открывать контейнеры в этом и будет заключаться твоя работа спасем сколько либо столько альбом сколько сможем идем нельзя позволять этим фотоальбомом исчезнуть нельзя терять ни минутой нужно идти сейчас наконец о ничего себе ты поехали поехали я тебе такое покажу это ее слова остановилась потому что эти ребята мешают ну надо их уничтожили вы понимаете без этого вообще никак что он не может быть у меня не может быть у нас ничего себе откуда их столько здесь много я не понимаю что надеюсь там больше никто не появится со спины давай 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 полетели полетели мы пришли вот оно то самое место я тут постарожу а тебе нужно вскрыть контейнер доставщик поднимается в воздух чтобы посмотреть нет ли кого-то поблизости вы медленно выдыхаете этого шанс приложив немного усилий вы ловко вскрываете контейнер и забираете фотоальбомы которые в нем лежали все прошло успешно но да это же это альбом в самом деле невероятен какая бумага какие цвета на сколько здесь страниц просто невероятно потрясающая удача я буду рассматривать это весь день весь день это чувство санджоу он парит надо мной я вижу вселенную посмотри на эту страницу где бы достать такую шестеренку вот бы мне парочку просто для развлечения конечно я буду обращаться с ним еще бережней скорее бы прикрепить к ним цепь на на этой странице какой мощный подшипник из чего он сделан из какого-то нового сплава будь у меня такое все вокруг попадали бы от скрипа который я издаю во время полета страны у тебя вкусы красота в глазах смотрящего даже тебе пора бы это понять но сейчас не время для размышлений ну все мне пора делать ноги а что ты сделаешь посторонним сюда запрещено забыть об альбоме беги ни в коем случае я заберу ее с собой и уходя отсюда он только теперь вы и осознание осознали ту нерушимую связь что возникло между вами в этой а работ с этой роботах и всего через мгновение вы попрощаетесь и вы прекрасно знаете что облачные рыцари рано или поздно займут поймает работа вы также понимаете что если когда-нибудь вы и встретите и снова то не узнаете его все роботахи в журавль алиэкспрессе выглядит одинаково если ваши пути разойдутся вполне возможно это будет навсегда но вы знаете что это роботаха сдержит обещание вернется к дзыцяо вы верите ей хоть и не знаете почему прощай и благородная птица хорошего тебе полета стоять офигеть я думал сми сражаться нам бы так ну что у нас отлично связь с еще одной роботаха и установлен осталось две охотник за роботахами ты в одном шаге от окончания окончательных поисков я найду их буду ждать хороших новостей так следующий у нас находится в порту звездочета до порт свездачета на вале и нам надо будет использовать 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 вот это по моему есть ошибаюсь так мы спустимся ведь как-нибудь здесь да а он там уже спуститься но эти ребята опять мешает груда как я понимаю они смотрите они не мешают уходи человек это не не твоя битва ну-ка стоять погодите уходи человек это не твоя битва перед вами стоит бесстрашная и отважная роботаха крылья птахи широко раскрыты она явно хочет уберечь вас от опасности перед роботах и стоит зачарован из изобретения но попала под влияние древа и амбрузии превратилась в злобного монстра к счастью таких чудовища вы побеждали уже бесчисленное количество раз но в этот раз все было по-другому возможно дело в словах доставщика это не твоя битва прежде чем вступать в битву доблестный воин всегда узнает ради чего она началась ты кто я всего лишь роботаха доставщик который пролить стал мимо только и всего шутки в сторону все-таки шутить жизнью не стоит вы понимаете что роботаха не выдерживает так не выдержит атаки зачарован из изобретения вам придется самому и сам ее спасти ты мне не веришь человек ты ничего не знаешь о моем признании она так давай же я все тебе расскажу расскажи мне о своем признании предоставь все мне для меня это пара пустяков остановись я не хочу чтобы ты пострадала не хочу видеть как ты плачешь так что береги сейчас я перейду в режим гнева активировать все активизировать режим него птаха злобно мы машет крыльями как будто в них вселились все ветра этого мира взмахи становятся все чаще и вскоре вы уже не можете различить корылья ветер ветер лов и сенджоу даже стоя позади птицы вы ощущаете исходящие от нее обжигающие излучение вот что такое этот режим гнева как ослепительно и грозно вы задумываетесь какой энергетический взрыв способна устроить это робоптаха подождите чувствуете запах что-то горит да пахнет чем-то горелым паленый электроника который разогнали чересчур сильно это же запах короткого замыкания либо так и медленно падает словно сломанные воздушные змеи пока мы не окончим полет наш путь всегда будет так стоп сейчас не время об этом думать эй робоптаха надо спасать спасать на лифт ума награду получили видели она это после битвы птичка очнись мне жаль что ты стал свидетельницей моего позора есть две вещи на которые не способны мы робоптахи первое держать слово 2 позволяет другим плакать я должен был перейти в режим гнева но меня захлестнула моя же ярость мне нужно понять как вести себя более холоднокровно а то если долго кипятить воду рано или поздно на вся бы испариться меня прислала за тобой ци ци а вот как госпожа ци ци а у нужна моя помощь но мне еще только предстоит обрести силу тебе нужно найти свой путь в чем смысл сила если я даже не способен помочь нуждающимся точно я отправляюсь обратно жировли экспресс позволь поблагодарить тебя еще раз дорогая подруга надеюсь наши пути еще когда-нибудь пересекутся я буду ждать так звонок еще одна на работах осталось всего одна только одна больше большое спасибо последняя птица находится возвышающем святилище используя данный телепорт мы подбегаем к фонтану который находится вот в этой точке на карте и видим птицу рядом с детьми ну или дети рядом с птицей смотрите кто здесь босс очередная дурочка забрела на нашу территорию босс она ничего не знает и здесь совсем не рады вы видите мальчика малыша шу а я и девочку малышку мэй они обсуждают план по захвату мира с помощью робоптахи великая мощь похоже вы стали их свидетельницей следующей целью так ну тогда я пойду стой где стоя нельзя приходить сюда и уходить когда вздумается разве ты не знаешь о местных не писанных правил ой знаю я правил кажется мне придется с вами сразиться сразиться не только вас смей начать драку я расплачусь первое остыньте прошу мы не же и мы не гангстер им слушай мы бесславная четверка лофу мы презираем глупцов которые считают что любую проблему можно решить насилием в этой галактике значение имеет только мудрость птичка я доставщик роботаха наделенной мудростью ясно тебя даже путница мудрости обратит на меня свой взор я не похож на вас обычных людей как скрюлум только скрюлум вы что-нибудь о нем знаете может этого человека не существует и она просто нас дурит вы и двое такие недалекие верно я прямо как скрюлум да 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 вымышлены ими вообще-то вспомнил да не знаю я никакого скрюлума так захватится это несущество несущественно слушай если хочешь покинуть нашу территорию в целости и сохранности то покажи нам свою мудрость голос у нас домашки есть дополнительный вопрос давай она попробует ответить отличная идея если у нее не получится значит ей не хватает мудрости а если сумеет мы спишем ответ так тихо задавайтесь вопрос это будет непросто даже такой мудрец как я не может его понять идеальный вопрос для проверки интеллектуальных способностей несите тетрадь ты сама согласилась так что не обижайся на наши издевки и так вопрос есть мальчик который зовут малышу ой и девочка малышка мэй каждому из них получили поручили посадить цветы в 10 горшков каждому из них поручили посадить цветы в 10 горшков я малышу ой за пять минут я перекопаю землю малышка мэй за 10 на так я малышка моя смогу посадить семена в три раза быстрее чем малышу и я капиталист и поэтому для меня для них у меня есть всего 10 стрел сколько нужно отдать малышке мэй чего ладно сколько я получу 3 это не честно но как же так мы оба посадили по 10 цветов почему ты получишь больше я поняла нужно каждому дать по 5 стрел мне надо подумать я на так погодить все ясно поскольку объем работы был одинаковым каждый должен получить да по 5 стрел это же просто простенькая задачка с подвохом простенькая я тоже так думаю босс разве мы не должны пропускать дополнительные вопросы если над ними при приходится думать слишком долго и что теперь для меня здесь нет места пора уходить еще ведь не поздно вернуться в журавль экспресс верно босс о чем ты говоришь ты все еще наш поса это наша территория он прав нам все еще нужна твоя помощь домашним заданием мне казалось что я здесь с вами благодаря своей мудрости не могу поверить что ваше восхищение мной и искренне в твоей голове слишком много мыслей точно тебе не нужно делать что-то особенное чтобы нам нравится любой босс который помогает с домашкой хороший босс боюсь мне пришла пора уходить но я смогу периодически вас навещать мы навсегда останемся бессмысленно бесславный четверкой лофо вы принимаете новых участников при обычных обстоятельствах мы могли бы разрешить пятому участнику присоединиться к бесславной четверки но я не могу допустить чтобы в группе был кто-то умнее меня мне жаль что но ты не можешь быть с нами а если ты сможешь помочь мне с домашкой ни за что смотрю на то как они счастливы задумываюсь кто из нас еще здесь босс так или иначе этот вопрос решена это почти повод для праздника так это было очень сложно всех найти и все будет так пиво все птицы вернулись робоптахи вернулись еще одна хорошая новость инженеры изучили маршруты потерянных робоптах и нашли зацепки мы приготовили для тебя награду ты знаешь где и я приду и забери меня на смысле упали так ладно полетели что такое награда скорее всего это сундук какой-нибудь мог текущего кими-то чего кеме рево и так небольшие средний по не дожди я нашла всех доставщиков он да да у нас тут все записано все пропавшие доставщики вернулись вот твой приз от жирова алиэкспресс годится как самому умелому лавцу робоптах иногда ты упоминала что эти робоптахи сумели обрести интеллект мы сделали проверку и это в самом деле оказалось правдой каждый доставщик способен на связанную речь и это невероятно вы же не решите их разума правда за кого ты нас так тут держишь мы в журав алиэкспресс никогда бы не сделали ничего подобного им придется пройти обучение для сотрудников а насчет остального если эти робоптахи будут справляться со своей работой и не будут нарушать закон то какая разница что они разумны в конце концов многие боты кмм имеет интеллект и ничего мы проанализировали траектории полета пропавших доставщиков до потери связи отсортировали заданные рабочие маршрут и обнаружили что остался невыясненный только один подозрительный путь мы несколько раз пытались выяснить причину но ничего не получилось вы не пытались потребовать возврат благодаря тебе мы не понесли убытки а это значит что компенсация нам не требуется но сейчас все думают что нельзя продолжать делать вид будто бы ничего не произошло мы хотели спросить проектировщика почему робоптахи доставщики обрели интеллект поскольку проектировщик не желает нам отвечать мы подумали что мне тоже это интересно всем интересно я хочу чтобы ты отправила ему письмо с вопросом от лица ловца работах но разумеется мы примем меры предосторожности чтобы не раскрывать личную информацию но нам точно нужно отправить письмо ци цяу протягивает письмо от журавли экспресс как она сказала она написана вполне доброжелательным тоном без попытки кого-то обвинить здесь не хватает только подписи написать нечто кто бы мог бы это быть нечто это себе удалось найти всех робоптах продолжение помните на следующие сутки реальные сутки нам уже поступил звонок да мне робоптахи обрели разум благодаря мне мне пришла посылка отправитель возможно ты и хотя судя по содержанию это мог быть и журавли экспресс прошу прощения за неудобства зачем делать робоптах разумными насчет того зачем делать робоптах разумными мне кажется ты обращаешь внимание не на ту вещь я не выхожу из дома и ни с кем не встречаюсь уже несколько веков мне оказалось говорить с людьми слишком сложно но я каждый день вижу о робоптах мне подумалось может начну с разговор с робоптахами а потом перейду и к людям главное общение да верно разумные робоптахи с разным характером имитируют живое общение я могу выполнять свою работу онлайн получать зарплату онлайн также есть службы доставки посылок и продуктов питания мне просто нужно регулярно выносить мусор и даже не нужен ни с кем встречаться если честно отсутствие общения заставляет меня чувствовать себя в безопасности ты не можешь выходить из дома да мне казалось я смогу говорить с робоптахами но я слишком нервничаю у меня был там травмирующий опыт в прошлом это слишком для меня но ведь я все еще общаюсь я же пишу нормальные сообщения прости наверное это не смешно живи полной жизнью всем приходится преодолевать трудности даже если не можешь покинуть дом ты все равно можешь жить полной жизни спасибо буду стараться у меня есть цель я буду пытаться говорить с робоптахами мне может понадобиться время вдруг я смогу выйти из дома впервые со несколько веков я извиняюсь перед журавль экспресс еще я хочу сделать тебе подарок я не знаю твой адрес поэтому он отправлен отцы ци а у а спасибо вот видите я же говорил я же говорил а ну-ка стоять а ну-ка стоять ребятки так децяо находится у нас на лову тянь джоу и в центральной гавани какой подарок как вы думаете ну цепочка заданий довольно была интересная столько мы получили достижений и тут нам предлагают еще и подарок забрать ну-ка стоять стена поговорили погоди кажется у вас должен быть подарок адресованный мне верно один из наших клиентов отправила его тебе а мы знаем все от начала и до конца что же это было неожиданно полагая что сан живет много людей которые никогда не выходят из дома и жизнь была бы куда сложнее без услуг журавль экспресс похоже эта работа стала еще более значим не беспокойся те семь доставщиков тоже все знают они посетят того клиента когда представится случай ах да тут есть подарок от одного из наших клиентов держи а но это приятно это приятно плюс три тысячи кредитов в любом случае шоу